Приветствую вас, и первое, что мне хочется сказать, это то, что мне нужно смешивать такие чувства, как любовь и жалость. Жалость – это чувство, знаете, такое немного мерзкое чувство превосходства. То есть, если мы кого-то жалеем, то это означает, что мы хотим почувствовать себя лучше, лучше, чем кто-то, лучше, чем тот, кого мы жалеем. И, соответственно, ни о какой любви речи здесь, в принципе, не идёт. Это первое. Второе. Не совсем понятно, из-за чего вы с парнем расстались. То есть, я имею в виду, что если вы расстались с ним из-за того, что у него началась депрессия, это, ну, мягко говоря, странно. Да? То есть, здесь нужно было бы его поддержать. Как-то помочь, может быть, человеку, если у него депрессия, как вы говорите. Направите его на лечение, например. Ну, опять же, если у него депрессия. А вы его просто бросили, как бы, тут не очень понятно. Чего вы-то сами приходите? Вообще. Потому что, ну, ну, не насправа, определиться за своими желаниями и потом уже думать о других людях. Так. Дальше. Значит, вы говорите, что парень стал делать какие-то вообще страшные вещи. Ну, вот. Какие это страшные вещи, это, я так понимаю. Отдельная тема для разговора, да. То есть, если это страшные вещи, то зачем вы тогда общаетесь с ним? Если это вещи не такие страшные, то почему вы называете их страшными? Вот. Ну, то есть, понимаете, вот такая вот ситуация. Она, она, она такая, она непонятная. Непонятная ситуация, на самом деле. Вот. Дальше. Значит, у вас, как вы говорите, осталось надеяться, да, надеяться на то, что, значит, ну, грубо говоря, надеяться на то, что вы сможете вернуть отношения. Вопрос, который интересует меня больше. Ваша надежда, она продиктована всем. Вы любите человека? Вы готовы человеку дарить свое время, любовь? Вы готовы человеку отдавать? Безусловно. Безусловно. Именно безусловно. То есть, без ожидания чего-то вымем. Вот. Смотрите. А, сейчас, мужчина вас нуждается. Он нуждается в вас, как в человеке. Вот. Он, скорее всего, и нуждался в вас, как в девушке. Вот. Вот. Но это детали. Это детали. Вопрос в том, что нужно понять, если у него была депрессия, то он болен. И пока он не будет здоров, пока он не будет восстановлен психологически, в отношении с ним устроить, ну, в любом случае нежелательно. Потому что те проблемы, которые у вас были, да, они никуда не уйдут. Они останутся с вами. И они будут вам, скорее всего, мешать. Продолжать. Потому что, ну, молодой человек, пока он вроде бы не изменился, да. Вот. И вы вроде бы тоже не изменились. Тут я хочу сказать, что не произошло. ничего такого, что заставило бы вас поменять свою точку зрения. Например. Вот. Вот. Ну и, соответственно, из этого и нужно исходить. Из этого нужно исходить. То есть, если вы готовы, вот, пожалуйста, сближайтесь с мужчинами. Вот. Но помните также, что сближаясь, вы накладываете на себя обязательства. Определенно. Определенно. Обязательства, например, такие, такие. Что вы должны будете, там, быть с ним. Ну, хотя бы. Какое-то время. Вот. Вы не должны будете его бросать. Должны будете терпеть его какие-то, там, проблемы и так далее. Вот. Спросите себя, нужно ли это вам. Вот. Честно. Если вами движет надежда, то это надежда на что? Чего хочется? Честно. Честно. Если вами движет вина, да, вина, жалость, то это ощущение, это чувство, которое не принесет вам ничего хорошего. Абсолютно. Вот. Понимаете? Какая штука. Это нужно иметь в виду. Обязательно. Это нужно иметь в виду. Вот так, я думаю, можно определить. Если вы не готовы отдавать свою энергию, то в этом случае рекомендуется направить молодого человека к врачам, чтобы они ему помогли, если у него депрессия. Вот. И это не единственное, что вы можете сделать. Это лучшее, что вы можете сделать. И это будет честно. По крайней мере. По крайней мере, это будет честно. Так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, на ваш. То есть, видите, какие-то моменты остались неясными. Да? Вы расстались только из-за того, что у него после армии была депрессия. То есть, ну, а что дальше, как бы, ну, у него была депрессия. Во-первых, кто это сказал, что у него депрессия была? Во-вторых, из-за чего? В-третьих, что вы делали? Ну, чтобы, например, не было ее депрессии и так далее. А делали ли что-то мужчина для этого? Чтобы ее не было. Вот эти все вещи, их надо обязательно прихнить, чтобы понять, чего вы хотите, что вам нужно. И тогда уже будет более ясно, что вам делать. Вот. Вы говорите, только немного отошла от всего и начала жить. А от чего отошли-то? Как бы? Ну, если вы приняли решение расстаться с мужчиной, да, потому что у него депрессия. Вот. Там, не потому что он, там, плохой, там, или он вам изменял, или что-то еще, или потому что чувства завершились, ну, закончились, ушли и так далее. Нет. Именно потому что у него была депрессия. И здесь непонятно. Здесь непонятно, как именно это повлияло на вас, и как именно это обусловило ваш выбор. Ваше решение. Чем, чем, чем оно было продиктовано? Ваше. Ваше. Вот именно об этом поздравьте. Подумайте. И исходя из того, чем было продиктовано ваше решение, исходя из этого уже можно будет делать какие-то выводы, и исходя из этого уже можно будет вам самой решать, как вы будете в этой ситуации, что вы будете в ней делать. На этом все. Надеюсь, что помог он вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.